Во времени суток, приветствую вас всех на моем канале. Я делала расклад о встрече, а теперь давайте посмотрим, как эта встреча товарища Си и Владимира Владимировича Путина, какие результаты и к чему это в будущем приведет, как будут дальше развиваться события, перемены может быть каким-то. Вот. Попробуем заглянуть, потому что нам, конечно же, не озвучивали. Основное сказали, да, там поставки нефти, газа, железные дороги и Северный морской путь. Но детали мы не знаем с вами, но попробуем заглянуть. Итак, встреча двух президентов, руководителя Китая и нашего президента. Ну, я бы не сказала, что это внутренний какой-то конфликт, но то, что началась вот эта свара сейчас идет в мире, и негатив льется в сторону Китая, в сторону России уже смысла нет говорить, но когда слышишь, как командует американцы, да, что Китай должен поддержать Украину, это, конечно, спешно, при том, что американцы лезут в Тайвань. А вот. И самое главное, командовать Китаем это смешно. Ну, давайте посмотрим, каков результат в общем до этой встречи. Это договоренности. Это какие-то контракты, договоренности, которые бы достигли поставленных задач. То есть вот эти договоренности, которые, подписаны договора, они вот решают ранее поставленные задачи. Это встреча о поддержке и помощи. Вполне возможно друг друга, потому что, в общем-то, Россия нужна Китаю, пусть даже, как на данный момент ресурсная страна, вот, но при этом это тоже нужно. Вот, ну, нужно и, соответственно, свои товары какие-то предлагать, банально даже мороженое. Китайцы любят наши мороженые. Вот, ну и, соответственно, Китай будет помогать, поддерживать и помогать России. Это привело, знаете, как, если до этого где-то что-то, может быть, были какие-то не совсем такие договоренности нормальные, да, типа на грани конфликтных, вот, то сейчас это привело к тому, что все успокоились, ну, в смысле, в России и в Китае, то есть договора заключены, решения приняты, теперь их нужно воплощать в жизнь. И каждый, но при этом каждый будет отстаивать свои интересы, каждое государство, и Китай свои, и Россия свои, не забывать. Можно сказать, что, в принципе, при подписании этих договоров, вот этот момент был учтен. Ну, давайте посмотрим, что принесет в результате этого договоренности, как результат вот этой встречи, подписанные там договора, в итоге для России. что это принесет. Новые планы, новые проекты какие-то будут воплощаться. вот, закончился определенный цикл для обеих, ну, для России. И Россия в данном случае выходит победителем. Когда мы тут были одни, мы что-то пытались нащупать, да, это самое, пытались с кем-то что-то договориться, этот период закончился. Все, договоренности заключены, и Россия идет уже как победитель. Становит, станет сильнее, увеличится количество, и как ресурсов, именно, может быть, финансовых даже ресурсов, да, то есть будут какие-то деньги вкладываться в Россию, вот, строятся какие-то предприятия, но точно так же и Россия увеличивает свое влияние. Вот, пока ситуация будет разруливаться, в каком, в каком плане? Ну, пока это еще не начало воплощаться уже непосредственно в жизнь. Для воплощения нужно время. Все понять, составить уже конкретные, более конкретные планы, проекты, и тогда это запускать в жизнь. То есть это, мы должны понимать, что это не будет, вот, вчера поговорили, а сегодня уже начала это работать. Нет, это займет определенное время. Но работа начнется, и взаимная такая работа. То есть и в России будет помогать что-то новое воплощать, и, соответственно, будет налаживаться контакт с Китаем. Ну, пока могу сказать, что Россия пока еще выступает в роли начинающих, потому что нам нужно перестраивать свое, вот это вот то, что нам с 90-х навязывали развитие страны, это будет, приведет к переменам. А Китай, у них своя выработанная вот стратегия, уже вот, например, составлен план до 30-го года по какому-то проекту. Китайцы много выстраивают, и у них очень идет хорошая смесь и социалистического чего-то, и капиталистического. Но они вот умудряются на этой грани балансировать, поэтому очень много, чему можно научиться у китайцев. И сейчас очень удачное время для России. Так, давайте посмотрим для Китая, чем это обернется. В результате. Китай попадает в своего рода зависимость. Ну, поставки газа, поставки нефти, еще каких-то ресурсов. Но это зависимость принесет деньги. То есть Китай попадает, вот, как сказать, вот эти вот договора, эти связи, это вот поставка для Китая. И это, конечно же, зависимость, да, как мы газ будем поставлять, нефть, то есть вот здесь определенный риск идет. Но они на это будут зарабатывать деньги. Во многих вопросах они будут все обдумывать, они не будут действовать очень быстро, они все сначала будут взвешивать, а потом только, если мы им что-то будем предлагать, они будут использовать. Хорошо подумав. Но для Китая это развитие, хорошее развитие. Красный флаг веет. Но китайцев ждет удар и разочарование. Это о чем? Какие-то планы будут разрушены. Придется делать выбор. И решение будет приниматься. А с чем это связано? С ресурсами. Скорее всего, это будет связано с Тайванем. То есть все-таки, к сожалению, планы Китая как-то обойти эту ситуацию с Тайванем будут разрушены. Придется им принимать решение. Решение будет принято. Будут задействованы ресурсы военные. Ночевая карта. И простраивать в этом направлении планы. То есть будет разрушение. В плане, допустим, с Россией будет хорошо. Но вот эти договора могут простимулировать начало боевых действий на Тайване. То есть будет какая-то провокация с стороны американцев. Но это неудивительно. Это стоит ожидать. И я думаю, президент товарища Си это тоже продумывает. Во что это выльется для Америки? Потому что Америка, как бы то ни было, очень серьезно зависима от... Ну, связана с Китаем. Америка попадает в безвыходное положение. Во всяком случае, причем стабильное такое кризисное положение. Вполне возможно, что начнется кризис. Ну, я вам говорила, что выход всегда есть. Но он может не нравиться тем, кто будет принимать решения относительно этой ситуации. И он будет стабильным. То есть вот эта вот безвыходная ситуация будет стабильна длительное время. Придется тоже пытаться с кем-то наладить отношения, чтобы выкрапкаться из этой ситуации. Будут искать, каким путем можно будет решить. Так что вполне возможно, что вот эти договоренности в отместку американцы спровоцировать боевые действия в Тайване. Но это приведет к кризису, к усугублению кризиса в самой Америке. Причем на длительное время. И очень серьезные проблемы. Они, конечно, когда-нибудь закончатся. То есть это как вот в один период подходит и начинается новый. Заканчивается. Но уже по-старому в Америке не будет. Все, оно умирает. Оно уже, извините за выражение, сдохло. Вот. Все. Они убьют. Таким образом убьют все. Все свои до этого решения. И ждут потери. То есть им придется пожертвовать. Для того, чтобы выкарабкаться вот из этого кризиса, придется чем-то пожертвовать. Ну, это будут боевые действия. Как всегда, они будут тяжело очень, но они будут решать вопросы через боевые действия. Как они очень часто это делают. Так, это один момент. Три даже мы смотрели, да? Ну, теперь давайте посмотрим, во что это выявится в результате для Украины. Вполне возможно, что все-таки в результате каких-то активных действий Украины, то есть она будет очень активно действовать под приказами короля кубков, в человека, который, ну, любит. А вот придется перестраивать очень многое. Скорее всего, будут какие-то договоренности в отношении боевых действий. То есть в результате это приведет к каким-то переговорам, скорее всего. Переговоры будут. по ходу боевых действий. И чем это закончится? Это когда закончится капитуляция Украины. Во всяком случае, финансовыми потерями, когда все дела сыпятся, когда все падает ниже принтуса. На самом деле, эта карта не настолько страшная, но в данной ситуации, если мы смотрим именно как государство, то это серьезный, опять же, кризис или крах для страны. Вот такой расклад интересный. Я надеюсь, все понятно, не запутала вас, старалась последовательно все объяснять, но для России и будет все хорошо. Китай, к сожалению, их могут из-за того, что они не послушали Америку и так далее, и для решения кризисной ситуации в самой Америке, они могут спровоцировать на боевые действия в районе между Китаем и Тайванем. Ну а для Украины это не очень хорошо, то есть ресурсов никаких, наоборот, одни потери, одни переживания и тяжелая довольно-таки ситуация. Вот такой расклад. Там, конечно, поживем и увидим, как это все будет развиваться, но у меня почему-то такое ощущение, что так и будет. Желаю вам всем мирного неба над головой, берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok